Первый в Омске приют для попавших в трудную ситуацию женщин с грудными детьми готовится к открытию. Социальное учреждение разместилось в типовой трехкомнатной квартире, подаренной благотворителями. Социальный центр взят на баланс Министерства труда и социального развития, и в нем уже проживает одна постоялеца. Казалось бы, хорошее дело, но почему большинство соседей против, знает Ольга Качкурова. Здесь комната для мамы с ребеночком, уже подросшим и с новорожденным ребенком. Здесь комната комендантская, здесь будут проходить занятия с мамами и с детьми. Яна Юрьева, председатель общественной организации «Нечаянная радость», проводит экскурсию по первому в Омске приюту для мам с новорожденными детьми. Трехкомнатную квартиру в обычной пятиэтажке, купленную мужем Яны, отремонтировали за счет средств гранта РПЦ. Пока занята только одна комната, свободно еще четыре. Рассказ прерывает, звонок в дверь. Мы против этого всего. Хотели хотя бы как соседи посмотреть, как что там. С чем нам соседствовать придется? Так вы пройдете, посмотрите. Можно сейчас мы закончим? А документы у кого можно посмотреть? А на основании чего, простите? Социальный объект, в необходимости которого усомниться сложно, вызывает недовольство соседей. Люди вроде и соглашаются. Дело благое и нужное. Но только пусть будет где-нибудь не здесь. Это социальный объект. Люди, которые там каждые три месяца будут меняться. Возможно, это асоциальные люди. И вообще вот эти вещи должны находиться на социальной, наверное, не выше первого этажа с отдельным входом, чтобы это не мешало никому. Получается, общежитие на четвертом этаже сделали. А вам, как женщине, других женщин, не жалко сходность? А мне жалко. Я сама осталась с четырьмя детьми. Я знаю, что такое в тяжелой ситуации остаться. Но для этого есть специальные социальные программы, куда женщины обращаются, и им государство помогает. Пока жители во дворе устраивают стихийный митинг, единственная постоялеца приюта беременная Аня вместе с куратором пьет чай на кухне. Уходить отсюда ей некуда. В других городских центрах ей отказали, а своего дома у нее нет. Отец девушки убил собственную мать, а сама Аня из-за сильнейшего стресса получила инвалидность второй группы по психиатрии. Она получает пенсию. Пенсия у нее 13 800. Она списалась по интернету с каким-то заключенным. В результате заключенные каким-то таким методом вынудили ее взять кредит. Она взяла кредит и кредитную карту, средства сняла и отдала им туда. Теперь она рассчитывает за свои несчастные пенсии за эти кредиты. Уже через несколько дней в приюте ждут еще одну постоялецу. Проживание для женщин здесь бесплатное. Содержание учреждения на себя обещает взять Министерство труда и социального развития области. Организаторы утверждают, что хлопот соседям женщины не доставят. Ольга Качкурова, Александр Рябуха. Новости здесь. Омск.